Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Дастин и Лизиум Тейл. И мы прибыли в прошлый раз в деревню Аврора, у нас началась первая глава, я так понимаю. И посмотрим, что тут будет дальше. Кстати, кстати, кстати. Вроде здесь пока что мирно. А, ну стоять! Они ушли? Вроде тихо. Если вы про гигантов, я с ними разобрался. Они мертвы? Да? Ну, не закончился срок годности, они нам не считают. Но там есть старая пара, которая не помешает помощь. Наверное, это Анида и ее муж Гихан. Спасибо, мы немедленно отправим помощь. Так вы говорите, что появились самые нужные моменты? Видимо, да. Интересное совпадение. Да в смысле интересное совпадение? Кому? Если вы полагаете, что я как-то связан с совпадением... Воу-воу, полегче. Я должен извиниться на своего большого друга Колумба. Мы просто немного на взводе. Что здесь творится? Полагаю, вы не заметили бесконечные орды кровожадных чудовищ по пути сюда? Обычно они были в горах, удаляя от деревни. Теперь они постоянно на нас нападают. Пока никто не был ранен. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Если гиганты появились возле фермы Анииды, то все намного хуже, чем мы предполагали. Кстати, откуда вы пришли? К западу отсюда живет только безумная старая Кора. Мы старатели. Мы старатели. И мы на раскопках, чтобы найти салижи руды в горах. Типа золото, серебро, манганит. Старатели, да? Вы хорошо вооружены для подобного работы. Как вы говорили, тут полно чудовищ. Но мы все равно у вас в долгу, так что проходите. Но я слежу за вами. Прошу. Чувствуйте себя как дома. Меня зовут Бин. Здесь довольно скромно, но у нас есть торговец, если вам нужны припасы. Спасибо. Тогда туда мы и пойдем. Я могу с ними отдельно поговорить. А у вас довольно интересный наряд. Кто бы говорил. Твой друг вообще видит под этой шляпой? Он видит все. И это пугает. Да не сопротивляйтесь вы. Я просто пытаюсь помочь. Но опыт, кстати, за разговоры дается. Спасибо вам за помощь. Прошу, чувствуйте себя как дома. Как вы себя чувствуете? Не волнуйтесь за нас. У меня нет желания сражаться с гигантами, но думаю, что пока мы в безопасности. Тебе стоит лучше вооружиться, если что-то еще придет сюда. Чушь. Я сам сделала это копье. Да, ну, вполне ничего. Так, достаточно. Почему мы можем двоим не оставить меня в покое? Я за тобой слежу. За тобой и твоим надоелим питомцем. Я не питомец. Да скажи, что это не так. Тебе стоит лучше вооружиться. Окей, это уже было. Из-за повтора же уже опыт не дают. Прошу, отдохните. Вы это заслужили. Я ценю предложение, но до отдыха еще далеко. Спасибо. Есть снова спасибо. Окей. Больше не дает опыт. Старатели, Фиджет? Это лучшее, что ты бы смогла придумать? Это первое, что пришло мне в голову. Если, конечно, у тебя не было идеи получше. Ладно, давай покинем этих стражей. Хорошо, Ара. Куда сейчас? Ты там, где и должен быть? Ответы по поводу твоей личности находятся где-то в деревне. Я знаю это место. Точно знаю. Я уверен, что бывал здесь раньше, но, видимо, никто меня не узнает. А ты, в свою очередь, их не узнаешь. Но все же я чувствую, что здесь есть нечто такое, что поможет вернуть твою память. Может, мы немного осмотримся? Если ты здесь был раньше, возможно, кто-нибудь тебя узнает. Хорошая мысль, Фиджет. Давай встретимся с горожанами, и я уверен, что следующий этап нашего путешествия не заставит себя долго ждать. Очень хорошо. Но есть что-то... Что-то, чего мне становится не по себе. Как затишье перед бурей. Так, окей. Персонажи с иконкой над головой дают вам новые задания. Общайтесь с ними для получения заданий и открытия регионов во всем миру. Хей, приветик. Я всегда ужасно рад встретить кого-нибудь новенького, даже если он скрывает свое лицо, как ты. Конечно. Кстати, меня зовут Дест, а это Фиджет. Но, кстати, да, он удивляется, что его никто не узнает, но при этом у него полностью закрыто лицо. Найан, не обращай внимания на мистера Злюку. У него плохо обстоят дела с заведением друзей. Фиджет и Дост, да? Вы же не отсюда? Я тоже не из этих краев, но это прекрасное место, если вы никуда не торопитесь. Ах, где же мои манеры? Я Августин, местный силач. Вармеслинг посоревноваться нет желания? Возможно, в другой раз. Мы просто шли мимо. Ах, какая жалость. А я думал, ты не проще размяться. Знаешь, я слышал, что ты сделал для Анаиды. Это было великолепно. Возможно, мы могли бы оказать друг другу услугу? Ммм, возможно. А что ты задумал? У меня есть старый друг, Кузнец. Он живет на вершине перевала лучников. Давно-давно я обещал занести ему кое-какие материалы. Но с тех пор так у него и не было. Кстати, это место сейчас довольно опасно. Ты не мог бы отнести их вместо меня? Окей, я поняла. Слушай, если ты мне поможешь, то я дам тебе этот чертеж. И если отдать Кузнецу его вместе с нужными материалами, то он мигом изготовит по нему предметы. Кузнец, создающий предметы по чертежам? Благо, ты меня заинтересовала, Августин. Ну, это же замечательно. Я знала, что на тебя можно рассчитывать, когда увидишь его передать привет от старины Августина. Кстати, у нас же третий уровень. По идее, по идее, мы же, мы же это... Кого? Того. Вот это. Вот да. Да. Да-да-да. Давайте еще прокачаем атаку. Я больной человек, да? Так, защита. Ну не, все. Перенимаем, да. База защиты уменьшает урон, получаемые от врагов и прочих опасностей. Интересно, а я смогу вообще все прокачать? Буду честен, тут не так уж много всего, но ты можешь найти магазин возле восточного входа. Спасибо, Августин. Возможно, мы еще зайдем. Так. Вообще, он нас как бы попросил сделать, поэтому нам... Ну, надо будет сходить. По его заданию. Джанни. Да? Доброе утро. А разве? Наверное. Наверное. Замечательно. Ну, так мог бы, наверное, догадаться, что я не хочу сейчас говорить о такой ахинеи. Прочь, исчезни, оставь меня в покое. Вау. Прям на твоих глазах меня апнули. Замечательно. Очередное появление самого короля философии. Почему ты не достаешь Августина или другого простака? Не нужно просить дважды. Мы уходим. Ну, в данный момент тебя попросили дважды. Так. Так, 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 так. Что? Добиваем? Все. Остальное я буду уже в другие навыки вкачивать. Привет. Не могу поверить, что видел тебя раньше. Мы только что пришли с запада. А, так вот о ком все говорят. Все говорят? Конечно. Это ты спас, а не иду. Меня зовут Моска. И я к вашим услугам. Если вам что-нибудь понадобится, просто дайте мне знать. Скажите, а вы здесь надолго? Я не знаю. А почему ты спрашиваешь? Если вы пойдете в восточную часть деревни, не могли бы сказать, безопасно ли дороги? О, безопасности там и не пахнет. Стража города говорила, что чудовище атакует деревню со всех сторон. Пока лучше не приближаться к стенам. Понимаете, в чем моя проблема? Я хотел кое-кого навестить в Дэнхэме. Это маленькая деревушка на пушке леса Бадис. Мне кажется, этот кто-то очень важен тебе. Ну, да. Понимаете, это девушка. Уверена, что ради нее можно рискнуть. О, да, она такая. Я просто, просто хочу убедиться, что она, что с ней все хорошо. Учитывая количество чудовищ вокруг, Андэнхэма давно не было вести. Маска, если я буду там, то дам ей знать, что ты думаешь о ней. О, большое спасибо. Ты великолепен. Ты действительно великолепен. Окей? Всегда рад вам, ребята. Очень милый парень. Так, ну мы можем наверх пойти. Ты... Ты само совершенство. Эм... Спасибо. Нет, ты... Слушай, ты слышишь это? Слышишь шепот, запертый внутри? Внутри коробки. Моей коробки. А я... Ничего не слышу. Ну, конечно, нет. Моя коробка потерялась. Кто-то, должно быть, ее украл. Возможно, это был мозг. Он всегда отводит от меня взгляд, как будто что-то скрывает. Возможно, ему неприятно твое сумасшествие. Я слышу, как она шепчет внизу. Внизу, глубоко, под землей. Если будешь спускаться туда, то, пожалуйста, ты должен найти, вернуть мою коробку. И что бы ты ни делал, не открывай ее. Хорошо, Рид. Если я найду твою коробку по земле, то обязательно ее верну. И? О, моя коробка. Где моя коробка? А у тебя? Я должна ее вернуть. Дадите ее, пожалуйста. Что? Пойдемте за коробкой? Или дойдем до конечного пункта? Вот сюда. Куда-то. Привет. Ну, здравствуй. А ты молчаливый. Дас, где твои манеры? Вы должны извинить его, он немного устал. Спасение деревни и все такое, но вы понимаете? Да, я что-то об этом слышала. А, да. Хорошо. По правде говоря, все это не имеет значения. Они все равно вернутся. Я... И мы ничего с этим поделать не можем. Простите. Джинджа? Я не представился ранее. Меня зовут Даст, а это мой спутник, Фюджит. Привет еще раз. Даст? Серьезно? Что-то не так? Нет, прошу прощения. Просто интересное имя. Я Джинджер. Да и насчет той пары, что ты спас. Да? Ну, это был благородный поступок. Та что, спасибо. С тобой все в порядке? Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но я действительно не в настроении разговаривать. Окей, это было вежливо. Так, у нас еще заметки добавляются, походу. Поэтому... Так, вы встретили странного парня по имени Рит. Кажется, он ищет какую-то коробку. Москоп просил вас разыскать девушку из Данхэма, что на границе веса Бадис. Кузнец Августин просил вас доставить вместо него чертежи кузнецу на перевале лучников. Так как в последнее время там невероятно опасно. Новое предприятие. Так. Так, так, так. А, это завершенное. Коробка Риты. Это коробка. Ничего более. Это коробка. Ты не можешь открыть ее. Не смотри в коробку. Не открывай коробку. Ты можешь взглянуть на эту коробку. Но на этом все. И то только если это поможет тебе вернуть ее. Она упала в яму рядом с погребом в Авроре. Не сомневаюсь, что что-то живущее в темноте внизу забрало ее. Как это забавно. Так, вообще мне нужен сейв. Да, она сплошной позитив. Немного благодарности не помешало бы. Ну что за упрямство. Слушайте, вообще-то Джинджер сейчас прям очень была вежливая и тактичная. В чем у вас проблема, ребят? Эй, полегче даст. Она выглядела довольно подавленной. Я не знаю, почему я так сказала. Мне очень жаль, Фиджет. Я не знаю, что на меня туда нашло. Ну ладно, идем дальше. Наверное, здесь где-нибудь будет сохранение сейчас. Ну, по идее как раз. Выход из деревни. Наверное. А, ну, слушайте. Вот это похоже синим чем-то светится. Сюда. Да, да. Это сохранение. Замечательно. Теперь. Теперь. Там какая-то записка была, правда, еще. Ай. Не на ту нажала. Теперь. Мы пойдем обратно к коробке. Ну, я понимаю, потому что я шифтую. Вот ты не можешь ничем воспользоваться. Текс. Вот сюда. А у меня нет ключей. Окей, окей. У меня нет ключей. Обалдеть. Вот и выбирай, шифтовать или еще что. Очень быстро кончается. А, наш славный спаситель. Я надеялся, что ты зайдешь. Добро пожаловать в мой скромный магазин. Так. Здесь мне было проще с мышкой. Что, тетя, у вас есть? Ящичная скорлупа. Придает слабое сияние краям вашего коленка. Блин, три тысячи? Ни хрена себе. Так, режим продажи. Твотезистый панцирь. Окей, мы тебе сейчас попродаем. Шкура импа. Всякости. Гигантское ядро. Что дорого стоит. Камень возрождения. Одноразовый камень, который служит для воскрешения павшего воиня. Воиня. Второй шанс, так сказать. Нет, нет, нет. В общем, мне нужно зарабатывать деньги. Спасибо, что пришли. Уверена, останетесь довольны. Окей. Попробуем найти эти ключи. Попробуем найти эти ключи. Заметка. Так. Дружеский совет. Это что это такое? Какая-то клетка? Неважно, от нее идет этот ужасный шум. Однажды я слышал слова, похожие на фат и бит. Что это вообще значит? Я спрячу ее под авророй, пока не найду необходимые ключи. Просто нужно запомнить. Прыгать как можно правее. Что это значит? Так, окей. Инвентарь. Я же, по-моему, что-то скрафтить тоже могу, да? У меня нихрена не хватит. Гладкое точило. Я же могу его? Ну. Стоп. А почему я не могу надеть-то? Ну, ладно. Кольца. А, ну это просто чертежи. Все понятно. Окей. Окей, окей, окей. Пока туда не пойдем. За этой коробкой. Добрый день, я Мэр Брэм. Так, это ты тот герой, о котором я столько слышал? Это по стеке. Честно. Мы просто шли мимо. Не стоит скромничать, мой друг. Мы не можем полностью отплатить за твою помощь. Последнее время в Авроре трудные времена, так что наличие настоящего героя в нашей глуши сильно поднимает дух. Так как тебя зовут, сынок? Даст. Меня зовут Даст. И некоторые жители, которых я встретил, они мне так сильно рады, мне как вы. А, ты про стражников. Ты должен понять, у нас не бывает и дня, чтобы на нашу мирную деревню не напали чудовища. Они просто осторожны. Не клянусь, они не хотели тебя обидеть. К тому же, эта девушка... Да, это, несомненно, Джинджер. Конечно, она может доставлять беспокойство, но не вам ее осуждать. Вы даже не представляете, через что она прошла в прошлом году. Она была сильно чем-то расстроена. Не беспокойтесь. Нам стоит обсудить другие темы. Чем я могу помочь? Кажется, пара гигантов на поле наименьше из ваших проблем. И снова скромность. Вы непростые путешественники, насколько мне известно. Торговцы минералами не размахивают мечами, настолько впечатляюще даст. Прошу, нам действительно нужна помощь. Я не знаю, я занят своим поисками. Странный какой-то перевод. То он... С недовольным тоном. Он про то, что нужна ли им помощь. Потом. Мэр так и отвечает. В общем, странно. И теперь даст отказывает. Тогда мы могли бы помочь друг другу. Если ты поможешь деревне, я обещаю всецело помочь тебе. Но я не могу этого сделать, пока деревня подвергается постоянным атакам с этих существ. Мы подозреваем, что их лидер поблизости. Если бы ты мог... Стоп, 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 подождите. Вы хотите сказать, что этих тупоголовых созданий есть лидер? До этого момента они нападали небольшими группами. С ними мы справлялись. Теперь их атаки более многочисленны. Они нападают на деревню с двух сторон, разделяя наши силы. Уверяяя тебя, предводитель этих существ весьма опытен в военном деле. Из чего они хотят? Полагаю, нашу землю. Простое наблюдение. Они не похожи на фермеров. Но, чтобы это ни было, это серьезная проблема. Если ты действительно так талантлив, как я слышал, вы хотите, чтобы мы нашли их лидера? Это серьезно навредит их продвижению, а вы окажете огромную услугу всей деревне. Что скажешь, Дэст? Ну, я... Тебе борются эмоции. Это хорошо. Я опомянусь твоему решению, хозяин. Я доверяю тебе выбор верного пути. Помощь в деревне — это хороший поступок. Но это не все. Кажется, я знаю жителей этой деревни, как будто я должен помочь им. Полагаю, это странное чувство, которое сейчас тебя посетило. Называется сострадание. Я горжусь тобой, Дэст. Конечно, если бы ты отказался, я бы открылся тебе лицо. Как всегда. Самое очарование, Фиджет. Полагаю, ты принял мудрое решение. Ладно, мэр Брэм. Вы нас убедили. Мы постараемся остановить эти нападения. Вот это мой мальчик. Стражники сообщили об увеличившейся активности чудовищ на востоке деревни. Так что тебе стоит отправиться туда. Но будь осторожен. Несмотря на твою силу, я видел, как многие отважные войны отдали жизнь своим этим чудовищам. Я понимаю, мэр. Я буду осторожен. И я вернусь. Новый уровень. Новый уровень. Не та кнопка. Так. Окей. Я подниму защиту. Пожалуй. Мы мало знаем об их лидере, но у него склонность к огню. Я не знала, что эти существа вообще могут разводить огонь. Эти умеют. Ходят истории, а осуществляются далеко из огня. Но я считаю их преувеличенными. Мне кажется, в них больше правды, чем мы надеемся. Тем не менее, должна быть причина, почему чудовище следует за ним. Прошу, будь осторожен. Так, хорошо. Чудовище огненное еще. Фейл. Хорошее имя. Хей, да ты же тот странник. Да, это я. Просто великолепно. Наверняка ты знаешь множество дроп в округе. Не мог бы ты оказать мне услугу? Зависит услуги. А что тебе надо? Для начала разреши мне представиться. Меня зовут Фейл, и я отвечаю за деперовку охранников. Так как некудочное снаряжение, это твоя вина? Ну, короче, да. Но это не значит, что мне нравится поставлять им низкокачественную экипировку. И если бы у меня были материалы получше, я бы изготовил вещи получше. Знаешь что, если бы ты принес мне пять шкур импа, я бы с радостью купил их у тебя даже дороже, чем предлагает магазин. Я буду смотреть оба. Я много благодарен. Я буду ждать здесь. Окей. Пожалуй, дай мне знать, если вдруг наткнете снять материалы. Ну, шкуру импа можно, конечно. Фух. Мэр Аврора попросил вас проследовать в восточном лесу Абадис. Целый разыскать там предводителя чудовища, атакующих деревней. Либо прогалено. Светилище. Переволучников леса Абадис. Давайте на переволучников. Ааа, как это мило. Очень мило. Врата резонанса откроются лишь в том случае, если у вас есть камень резонанса такого же цвета. Оу. Ты не слышишь никаких хлопков? Что? Разве это не ты? Эй, я так сильно не шумлю. Погоди. Действительно, берегись. У нас гости. Так, надеюсь, они не будут вместе с наземными нападать. Вау, как по атаке, классно. Ну что, падай, падай, падай. Кажется, я чуть-чуть перекачала атаку, да? Но нам понадобится. Так, сохранились. Так, сохранились. Вот заразки. Так, ну всякие фруктики, во всяком случае, в том числе у нас все собираются. Окей. Четям наверху. Что за плохая видимость. Интересно, что будет? Я могу умереть от падения? По идее, я же могу. Ну, должна. О боже. А здесь скользко, ребят. Походу. Потому что я прям соскользила. Может, конечно, мой козяк? А по ощущениям было, что я будто проскользила. О боже. О май гад. Ну, у меня с тех пор, слушайте, видите, как атака вкачана. Поэтому мне не так больно. Так. Вот это вот возьмем пока. Окей. Как бы мне туда пройти, никак. Ладно. Но уже вон какие гигантов мы убиваем. Все? Хорошо. А здесь, типа, расстояние, да, такое большое. Поэтому персонаж будто бы двигается дольше. Банк там кто-то еще был. Не, он умер. Вообще, вместо того, что такая вот получается карта своеобразная, вот реально такое замедление бота на персонажа, оно, не скажу, что очень комфортно ощущается. Так, скушали еду. Отлично. Ты кто? Боже мой. Ему осталось сначала сохраниться. Бломбы, смертоносные твари. Держи дистанцию. Они взрываются, если подходишь к ним слишком близко. Но при глубоком вдохе они уязвимы. Идеально для дальней атаки. Валим их! Ау. Так, а у нас получается, да, сохраним игру на всякий случай. Эм, 14% завершено. Ничего себе. Это быстрее, чем я думала. А, ну они, в принципе, могут сами себя сдетонировать. И мне ничего делать не надо даже. В таком случае, это приятно. Все. И при этом с них еще выпадает лут. Что меня, меня очень устраивает. Они являются что-то. так я же надеюсь мне по ним не надо никуда забираться правильно поэтому все нормально текст вау ключик я все еще это курица из стены это так мило о чертеж ай еще и подожжена так окей мне нужно поменять на быстрый слот что-нибудь такая спорная фигня ну по статам прикольно гулять давай 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 а две курочки две курочки блин а я про себя не могу У меня же нет ничего такого в инвентаре, правильно? Нет. Может быть, потом я как-то сюда смогу забраться. Сохранение. Давай. Умрай. Хе-хе-хе. Охренеть, там такая цепь сейчас была. Большая. Длинная. Так. И снова же у меня ничего сюда нет. Это вообще все странно очень. Главное, хоть какое-то задание. Тихо. Фух. Тихо. Это я нарвалась зря. Так, ну сюда вроде все. Омерли. Так, окей. Что мы сюда еще качнем? Здоровье, может быть, прибавим себе. До 188. Это же хорошее прям улучшение. Здоровья аж на сотню с лишним будет больше. Приятненько. Конечно. Ух ты. Здравствуй. Полегче, шеф. Успокойтесь, пожалуйста. Так, это вы шумели там, наверху? Они, которые, которые, которые делают все это звуки там. Мы не нарочно. Татья, ты знаешь, что волосы в ломбах на чердаке? Эти? Они нас не беспокоят. Даже защищают нас от других чудовищ. Если я знала, что нас будут гости, я бы сама их убрала. Извините, если что. Так, что же вас двоих занесло так далеко от Авроры? Предполагаю, вы оттуда? Я Даст. А это моя напарница Фиджет. Мы здесь, чтобы доставить материалы от Августина. А, рада встрече. Я Хейли, а это мой брат Мэти. Он похож, знаете, на вот этого гномика. Были раньше такие маленькие или бублины такие. Стремные такие игрушки. Не обращайте внимания. Вижу, у вас есть чертеж. Можно на него взглянуть? Выглядеть не слишком сложно. Знаете, что если вы найдете мне нужные материалы, то я могу изготовить эту штуку. Так, а что я могу? Своя оболочка. Может, острых фрагментов. Этих материалов у меня нет. Окей. Скользкая кольчуга. А, ну то есть, в целом, я могу у нее еще и купить. Разные штуки. На всяком случае, можно попробовать будет заточить. Мне нужно 10 вот таких штучек. У нее их. Это же оно? Или не оно? Не, оно иначе выглядит. Ну, кстати, шкура импа нам нужна. Мой инвентарь 3. Давайте еще несколько возьмем на всякий случай, потому что я не помню. Спасибо, Хейли. И только потому, что ты мне нравишься, я дам тебе синий камень резонанса. Не знаю, заметил ли ты, но у подножия перевала лучников есть большая синяя дверь, которую он может открыть. Внутри находите репорт, который может перенести тебя прямо сюда. Да, возвращаться намного легче, так что ты сможешь посещать нас в любое удобное время. Буду честен, даже при наличии короткого пути к подножию перевала, я не уверен, что смогу часто сюда заглядывать. Ладно, у моего отца были маленькие приемники, которые он давал постоянным клиентам, чтобы переносить товары туда и обратно. К сожалению, меня их не осталось. Дайте подумать. Если я верно помню, один из клиентов отца уронил один где-то в лесу Абадис. И если найдете его, я смогу создавать предметы и передавать их через приемник. Удобно, кстати. Отец обычно дает клиентам синий камень резонанса, так что ищите из синих врата резонанса в лесу Абадис. Нужно что-то еще? Давайте поговорим. Мэти твой единственный родственник? Я заметил только тебя и Мэти на перевале. Разве у вас только двое? Так не всегда. Мой отец все еще управляет кузницей, но обычно не занимается делами. Сейчас он где-то в море ищет новые минералы или руды. И постоянно пытается улучшить оружие и броню. Кажется, что он постоянно очень занят. Да, но я с этим смирилась. И Мэти, конечно, тоже. Я хотел спросить, прежде чем... У Мэти проблемы со мной? Что? Ну, просто он постоянно ворчит рядом со мной. Я свидетель. Постоянно ворчит. Не знаю, что сказать Даст. Мэти, у меня есть что сказать? Ладно, надеюсь, ты получил ответ на свой вопрос. Не совсем, но... Оставь его в покой, Даст. Просто оставь его. А давно работаешь кузнецом? Да, значит, кузнечное дело ваше фамилия черта? В каком-то смысле так и есть. Отец говорил, что я могу заниматься тем, что мне нравится. Но когда растешь под крылом всемирно известного кузнеца, выбора особо нет. Но я даже не против. Приятно иметь навык, ценящийся в наши дни. Всем нужно что-нибудь выковать, будь то амулет или броня. Значит, дела идут хорошо? Неплохо. Бывало и лучше. Во всяком случае, мы все еще можем продолжать заниматься своим делом, и это важнее всего. А зачем жить в перевале лучников? Твоя кузница весьма далеко от проторенных тропок Хэлли. Чем выстраивать магазин так далеко от Аврора? Эта кузница вообще-то очень древняя. Отец отца, отца моего отца, он наследовал ее от дедушки матери по отцовской линии. Ее построили во время сражения за перевал лучников. Много сотен лет назад. Лучники сдерживали здесь врагов, но им была нужна кузница для выполнения запаса стрелок. Поэтому они ее и построили. Она помогла им удержать перевал лучников, и отсюда они смогли освободить всю долину. Звучит так, будто у этой кузницы много отличных историй. Но даже так. Место, место, место. Да, я тебя слышу. Я хочу, чтобы она была более доступна. Так у нас было бы больше заказов, это точно. Но мы не можем просто поднять и передвинуть ее. Юсип Заклад, если бы у вас была армия натренированных крыс, то вы бы без труда переместили ее. Фиджет, я не думаю, что это поможет. Я знаю, умные крысы-мутанты. С магией. Не волнуйся за нее, Даст. Высотная болезнь. Сводит некоторых с ума. Фиджет раньше бывала не в себе. Может, нам по этим. Все. Спасибо, Даст. Возвращайся скорее. Нас очень мило встретили, кстати. Прям приятненько. Это невероятно. Знаешь почему? Не знаю, Фиджет. Почему? Не будь настолько глупым. Это потому, что ты ей понравился. Фиджет, о чем ты говоришь? Ты видишь сигналов? Она подает тебе сигналы. Это великолепный Фиджет. Действительно, буду иметь это в виду. Так, одно задание готово. Мэти, давай с тобой еще поговорим. Привет, Мэти. Рад встрече с тобой. Ну, хорошо. Я пыталась. Так, у нас здесь было. Было, было, было. Не одна эта синяя штучка. Поэтому сейчас, чтобы еще всех найти. Танка будет просто. О, я что-то собрала. Случайно собрала. Вот. Очень случайно. Когда не пытаешься ничего собирать, но почему-то что-то собирается. Заметка добавлена, девушка. Не беспокойтесь, я надежно спрятала ее клетку. Если она вам понадобится, просто заберитесь выше деревянного моста возле Денхэма. И не пытайтесь делать прыжки от стен. Упадете и сломаете себе шею. Лол. То есть, вот как оно работает такими телепортами. От одного к другому. Так, ребятки. Давайте это. Завязывайте. Мне бы еще точно узнать, не оставила ли я каких-то штучек. Хотя можно, в принципе, наверное... Ой, не сюда. Наверное, можно посмотреть карту. Да. Вот эта вот штучка. Что значит? Сокровище, да? Вон там. Хау! Ты! Наглая жопа! Почему ты меня не подождала? Хей! Так, давайте сами за мной, да, вот сюда, вот сюда, чтобы мне удобно было всех сразу. Давайте. Сладкие мои. Давайте вот, вот да. Напрыгивайте на меня, удобно. Класс! Так. Ну, выйти прям быстро отсюда я точно смогу. Об этом я не беспокоюсь хотя бы. Ну, вот это сокровище там, которое я не открыла, оно меня волнует. Во всяком случае, здесь сейчас этих нет взрывающихся, отчего мы намного быстрее проходим все. А! Окей. О, страшненько немножко. Ай! Тихо. Блин! Ребят, это просто эпик. Кто б знал, да? Это эпично. Просто сверху он даже не успел как-то срять. Так, окей. Хорошо. Все отлично. Вот опять это вот будто бы долго двигаюсь. Ну, ладно. Слушайте, а я вроде шпарировала. Что вы, не можете запрыгнуть сюда? Ладно. Я за вами сама схожу. Ведь... А. Мне же тоже нужен лут всякий там и так далее, правильно? Еще бы осталось кнопочки не путать и будет вообще замечательно. Ну, в принципе, я привыкла к управлению уже, все нормально. Не настолько плохо все. Я бы сказала, что оно обосновано. То есть, почему именно так будет. Ну, кстати, неплохой фарм выходит в разных ресурсах. Просто лутать. лутить. Для рецепта. Ну, чертежа, точнее. Ай! Не гореть! Тихо! Что за горение началось? Ты серьезно? Мне больше кушать нечего. О май гад. Это было случайно. Окей, я буду осторожнее. Отлично. Фух. Причем из этих заразок еще же ведь не упадет никакая еда. Вот что более всего обидно. А я умру, если нарвусь сейчас на что-нибудь такое. Ты мне вот сюда? А, ну да. Точно. А, здесь красный нужен. Понятно. Мы при всем желании не сможем сюда пройти как надо. Окей, но я могу пойти обратно и, собственно, воспользоваться тем телепортом. во-первых, сохранить, конечно же. Потому что, ну, все плохонько. Конечно, потом от сохранения, если что, начинать. Новый уровень. Так. Срочно. Персонаж. Здоровье. Увеличиваем. Да. Потому что мне нужный хил. Вау. Еще достижение какое-то выдали. Видимо, за массовые взрывы. Вот здесь сейчас переместимся в ту точку, да, на выход из этой локации. Ну, все, все. Так. Перевал лучников 80% записок, 18% золота. На прогалине еще есть задание. Ладненько, давайте пока в деревню Аврора вернемся. А завтра мы уже, точнее, не завтра, простите, уже оговариваю. В следующий раз мы продолжим проходить игру в другом выпуске и посмотрим, чем там это все обернется. Попробуем, может быть, здесь закупиться какой-нибудь едой, водой или еще чем-то таким, чтобы нам было полегче. Потому что хп-то совсем нет. И посмотрим, как будет развиваться дальше событие. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравится. И увидимся с вами. Всем пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok